По проблемам и вызовам интеграции, то сейчас мы говорим о тех темах, что еще они сделали по действиям, по проектам в интеграции. Меня зовут Танель Мэтлик, я являюсь здесь модератором этой дискуссии сегодня вечером. И здесь рад присутствует у нас четыре участника, это Елена Парфеонова, Алиса Якови, Рейн Рауд и Маргин Тарма. И я вначале попрошу вас всех пару слов сказать, как у вас есть свой личный опыт в связи с интеграцией, как вы думаете, что вы лично сделали или какое отношение у вас было к интеграции в своей жизни. С меня, да? Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Алиса, я художник, графический дизайнер и иногда организую некоторые интересные события, связанные с визуальным искусством. И конкретно также я преподаю детям. И как правильно Елена заметила, все начинается от детей, потому что дети это наше будущее, это новое поколение. И то, что дети видят, что идет из семьи, то в принципе они копируют это поведение. Я считаю, что вместо того, чтобы раздувать проблему в качестве языков, использования языков, потому что в данном случае давайте рассмотрим использование русского языка и эстонского языка просто как орудием для передачи какой-то информации. И для того, чтобы стереть эти сложности или какие-то острые иглы и просто наоборот их смягчить, давайте попробуем использовать третий язык, невербальный, как, например, язык визуального искусства. И мое предложение таково, что мы еще не пробовали или что, естественно, пробовалось, но не обращалось на это такое внимание, как создание, например, таких международных лагерей, пленейры, куда выезжают люди, у которых разные национальности, но у них несколько языков, на которых они говорят, также не только люди из Эстонии, которые проживают здесь, а также и пригласить других людей. И при этом, где людей будет объединять одна единственная цель, это, например, изобразительное искусство. Потому что, как бы на любом языке ни звучало стол или дерево или стул, когда люди будут это изображать, здесь совершенно будут другие задействованные механизмы. Спасибо. Ну, я сам лично никого не интегрировал, но несколько раз выражал просто теоретические мысли на этот счет в эстонской прессе в основном, а также сильно содействовал и присутствовал в разработке проекта Екатерининского колледжа при Таллинском университете в то время, когда я там был ректором. Замысел этого колледжа как раз заключалось в том, что мы наблюдали такой вот, скажем так, что есть некоторый процент людей с родным русским языком среди эстонских граждан и эстонского населения. А если же мы смотрим на процент родного языка среди студентов, тогда мы видим, что там разница очень большая. Да, то есть по определенным причинам люди с родным русским языком в эстонские вузы не смогли поступать. Я считаю, что это неправильно и что если есть объективные условия для того, что в какой-то данный момент такая разница возникла, но мы не хотим, чтобы так было, то следует выяснить какие это причины и их, как возможно, противоборствовать им. И Екатерининский колледж именно был такой проект, который был создан для того, чтобы русскоговорящим выпускникам, хорошим выпускникам гимназии можно было бы получить высшее образование в эстонском вузе, не начиная с того, что они должны пройти, допустим, вступительные экзамены на равных правах с выпускниками эстонских школ на эстонском языке. Мой первый опыт с интеграцией был на улице Тедре, а год был тогда 74, думаю. К нам пришли, приехали новые соседи, Денис с братиком. И вот тогда это не назывался интеграция, а дружба. Он учил мне русский, а я учила его на эстонском языке. В общем-то, я должна сказать, что мой русский язык не так хороший, что, может быть, Наталья меня иногда помогает. Но сейчас причина, почему я здесь, я думаю, в том, что у меня фирма, где половина где-то эстонцы, а половина вообще из других национальностей. И мы про интеграцию не говорим. У нас как будто нет проблем с этим. И когда мне приглашали сюда, я пошла к Тане и Оксане и говорила, девочки, а что у нас по-другому? А они думали, мы не знаем. А вы спросите из другой фирмы, где есть проблемы с этим, а что у нас по-другому? И, наконец, мы два вещи только понимали. Первые девочки сказали, что у нас всех уважают. А другое было, что у нас все рецепты и эстонскими, и на русском языке. Спасибо. Так, как вы уже слышали, у всех участников есть уже конкретные опыты, конкретные идеи. И в течение полтора часа мы постараемся найти именно те действия, те идеи, которые мы сегодня попробовали до сих пор в Эстонии. И здесь вызов всем участникам, я хотел сказать в зале, но у нас нету во дворе, чтобы и вы активно подумали и предлагали, что вы сами лично думаете, что еще в интеграции можно делать, что разумно, что такового, что в Эстонии, например, не сделали, а в других странах было сделано. Так что в этом смысле ваши идеи, мы все будем делать замечания, здесь еще и записывать всю эту речь. Так что в этом смысле я думаю, что от этой может быть большая польза для будущего. В этом смысле эта сессия здесь является весьма таким практическим. Если днем здесь было очень много разговоров о проблемах, тогда сейчас мы ищем конкретные решения уже. Организаторы попросили меня вначале сделать краткий обзор, что уже сделано в Эстонии в сфере интеграции. Ну, я начинал писать это, и получилось у меня где-то две страницы здесь. Я думаю, что это я не буду здесь все прочитать, но я, что я сам искал, когда были самые первые какие-то действия или проекты по интеграции, тогда я нашел что-то с 96-го года, что видавиру в области организовалось круглый стол национальных меньшинствах, они организовали там конкретные обсуждения, дискуссии, как сейчас здесь, и попросили там поддержку из посольства итальянцев, так что это я сам нашел. Но после того, конечно, действий было очень много. Если по сферам идти, например, в образовании, все наверняка вы знаете о языковом погружении по канадскому модели, что происходит в 10 садиках и в основных школах. Конечно, вы знаете о переходе на эстонский язык обучения в гимназиях. Наверное, вы знаете и о развитии всяких учебных материалов, что сделано в Эстонии. В сфере молодежной работы последние годы постарают организовать совместные действия для эстонских и молодежи других национальностей, чтобы совместных контактов заставать. В сфере языка и образования национальных меньшинств уже 20 или больше лет существует в Эстонии община, национальных меньшинств, которые организуют свои фестивали, воскрешные школы и так далее. В сфере обучения языка есть уже, можно тоже сказать, где-то 20 лет уже существуют курсы эстонского языка, которые финансируют государство. Есть новая инициатива, где-то 5 лет назад начинали, например, такой метод, как обучение языка при помощи ментора, индивидуальное обучение. В сфере рынка труда организуют постоянно курсы обучения для безработных, кто не знает эстонского языка. В сфере гражданства есть разные курсы для подготовки к статье эксамена. В масс-медиа есть много передач, которые обычно финансируют на основе проектов. И в сфере гражданского общества, здесь предыдущая дискуссия была именно по гражданскому обществу, здесь неправительственная организация организует свои такие совместные проекты, чтобы создавать больше контактов между эстонцами и людей из других национальностей через всякие совместные действия гражданских общин. Так что действий очень много, что сделано уже. Но, как увидели сегодня днем, проблемы все-таки остаются. Некоторые из них вообще острые проблемы. И поэтому разговор сегодня очень прямый. Надо делать что-то другое или поиначе, что еще не сделали. И в каких областях или сферах вы думаете, это самое важное. Какие действия в каких областях являются самыми приоритетными для вас. И вначале я даю слово всем этим нашим участникам здесь. А потом даю слово уже нашим другим участникам, которые здесь слушают сейчас. Но я думаю, что начинаем так, что вначале с Елена и потом другие будут дополнены. Я думаю, что это достаточно логично, что с меня начинают. Потому что я в анонсе, который был про свое уже видение, сказала, что самое безопасное время, когда нужно понимать, что мир — это не только я, моя национальность и мое государство, а он гораздо шире, и не боятся этого, это детство. Раньше, энное количество лет назад, и все позитивные, вот сейчас кто и русскоязычные, и эстоноязычные общаются легко, это люди, которые имеют очень хороший опыт во дворе, в детстве, еще где-то. То есть какого-то очень хорошего, позитивного, не травмирующего, такого хорошего времени фана. Сейчас, к сожалению, вот эта ситуация утрачена. То есть у нас нет дворов, мы достаточно раздельно живем. Идея пока совместных садиков, она не проходит, потому что не готовы педагоги, у нас нет системы, и пока она не создана, мы не имеем права экспериментировать на детях. Потому что эксперименты с детьми, они заканчиваются очень плачевно. Я, как детский психолог, сталкиваюсь с огромным количеством детей, у которых развитие останавливается, они невротизированы только потому, что родители из страха, еще чего-то их погружают, не давая им помощи, не оценивая их способности и особенности. Итак, детство — это самое безопасное время. Где у нас сейчас детство? Детство — это дошкольные заведения. У нас есть садики, у нас есть ясли. Надо этот ресурс просто использовать. Как? Всем очень много. И как это сделать? Опыт, я помимо того, что я детский психолог, я еще тренер вне формального образования, достаточно много езжу по миру и вижу, как люди работают. Наш конфликт, так скажем, в кавычках, но он есть, он ни в какое сравнение, например, не идет с проблемами молодежи на Кавказе, то есть Азербайджан, Армения. А мы на тренингах зачастую этих людей, молодежь, должны с ними вместе работать. И тренеры, которые ездили, они просто бились головой об стенку какое-то время, потому что ничего не происходило, потому что такая вражда неприкрытая между людьми, которые, в общем-то, должны искать какие-то пути выхода. И знаете, что спасало? Литовские тренеры мне рассказывали, они включали мультфильмы. После того, как молодежь посмотрела от детства мультфильмы, и они менялись, то есть их, они начинали, они переживали те же эмоции, то есть они понимали этот язык, предположим, мультфильм, потом они вспоминали о мультфильме нашего детства. Это удивительно, уникальная ситуация вообще в мире, потому что количество музыки, песен и так далее, все говорят, почему вы, люди из разных стран, вы поёте одни и те же песни, что это такое? То есть как только начинается вот это вот что-то память детства, люди меняются, они готовы к диалогу. Вот эти вот простые вещи, их нужно просто делать. Как делать? Чуть-чуть попозже. Плюс у нас есть огромный опыт работы молодёжи в неформальных некоммерческих объединениях. Они умеют играть, молодёжь и на русском, и на эстонском, они умеют играть, они владеют кучей инструментариев, кучей инструментариев и неформальных методов, как взаимодействовать. И вот этот ресурс, молодые эстонцы и русские, и площадка, это детские сады, это если каждый ребёнок, а это легко, у нас маленькая страна за свою жизнь поиграет, обучится какой-то игре с помощью молодых, которые гораздо более гибкие, гораздо более, так скажем, креативны, нежели некоторые воспитатели, какое-то время у них пройдёт в игре, поверьте, вот этот вот опыт, он будет неоценим. Им уже очень потом будет сложно навязывать какие-то предрассудки, заставлять ненавидеть или просто промывать мозг. У них уже будет собственный опыт, и он должен быть позитивный. Как это делается? Ну, я реалист, поэтому я могу просто это, может быть, попозже рассказать пошажно. Я это вижу, и все проекты, которыми я занималась, они реалистичны, потому что за ними стоит достаточно, ну, как сказать, большой ресурс, который я тоже вижу и в нашей стране, и среди людей, которые даже здесь есть. Спасибо. У меня сразу быстрый вопрос. А вы как считаете, родители готовы к этому, что эстонские и дети из других национальностей совместно будут в детском садике? Я считаю, не все родители готовы, и воспитатели не готовы даже. Один короткий пример. У меня свой маленький центр детский, и у нас не было, мы на Гонсюре в Таллине были, и у нас не было своей площадки. А рядом был детский сад, у которого большая площадка, замечательный заведующий, все мы договорились, что мы там можем гулять, потому что не хватало места. Через несколько времени она сказала, извините, родители против, они боятся конфликтов. Чего боятся? У детей не бывает конфликт, это страхи взрослых. Но я думаю, если через детей, если будут дети приходить с хорошим опытом, с хорошими лицами и с новыми играми, родители никогда не будут против. Мы можем эту вот стену недоверия, эти страхи через детей. У меня уже есть, опять-таки, этот опыт, ну, с детьми постарше. Если они видят, что их детям хорошо, а дети это ценность для всех, что детям хорошо, они пойдут на это для того, чтобы приходили, играли, общались. И, может быть, потом мы можем говорить о совместных детских садах. Я бы хотела уточнить, поскольку знаю, о чём говорит Лена, речь не идёт, что русские дети с эстонскими вместе, да, речь идёт о том, что взрослые, например, представители другой национальности, ребята, подростки приходят играть в детский сад, обучают игре. То есть не нужно, эта ситуация не требует каких-то больших организационных изменений и так далее, и так далее, да, это не смешанный детский сад, это взрослые, подростки, взрослые. Молодёжь, она вся двуязычная сейчас, да. Они играют с малышами, обучают их игре чему-то новому. Разным играм и настольным, и всяким, то есть ресурсы огромные, это просто нужно использовать, это может быть привнесено, это даже улучшит отношения, может быть, внутри, как коллективы, не обязательно. То есть если дети играют, если научить их, они внутри очень часто по-другому себя чувствуют. Спасибо. Так что мы нашли одну тему, это образование. Это, как обычно, в Эстонии в сфере интеграции было приоритетным темам всегда. И идея такая, чтобы всё-таки совместить эстонских и детей из других национальностей в одном детском садике. И в этом смысле как-то и заниматься с родителями, чтобы они были бы за это. Алиса, Вы уже начинали говорить об новых подходах, и включая, например, визуальные материалы, как такой инструмент, чтобы помочь к интеграции. Что Вы конкретно хотите, Вы предлагаете, что мы могли бы делать? Это называется Мали-лагерь или арт-колони, или художественный лагерь. Это, в принципе, является неформальным образованием. Я конкретно ездила специально на семинар, я была в Македонии, где нам давали информацию, давали материалы, как правильно создавать здоровую атмосферу. Как и правильно Еленой подмечено, это должна быть игровая и не без какого-то напряжения обстановка. И желательно это проводить на природе, потому что, к сожалению, в нашем городе, даже в нашем Таллине, кому-то он кажется маленьким, а мне он кажется большим. У нас очень мало возможности выйти на природу, побегать по травке, посмотреть на птичек, прислушаться к себе, и понять, что очень много голосов в людях и в детях даже. Это все не они, а это их родители, взрослые и так далее. То есть вопрос в том, что люди, а особенно вот эти маленькие люди, это дети, должны научиться прислушаться к себе. И как только мы выходим из нашего города, мы чувствуем большое облегчение, радость. Люди просто удивляются этой природе, которую они не видят. То есть мое предложение таково, что собирать компанию людей, где не только русскоязычные и эстоноязычные, а даже и другие. И там дети начинают видеть, боже мой, как это интересно, сколько вообще людей вокруг и какие у них интересные идеи. И тут завязываются самые интересные отношения, дружба. Вот как я недавно ездила на остров Уху, у нас был художественный лагерь, и там я еще раз встретилась с кем-то, а с кем-то я встретилась первый раз, и мы теперь вообще задружились, и теперь мы организовываем как раз в среду, в четверг во дворе Гостафа Адольф и гимназиум, там будут выступать ребята, музыка, а мы будем рисовать. И там будут и эстоноязычные люди, и русскоязычные. Это неформальное образование, то есть идти через неформальное образование. Второе. У меня предложение такое. Прекратить и ассоциировать с русским языком русских людей, потому что русский язык, он объединяет очень много национальностей. Как раз я сейчас работаю в одной школе, это ни для кого не секрет, это Калавер и гимназиум. У них разные идут направления, очень много направлений, связанных со спортом. Там учатся дети. Вообще город Марта, он уникален по своей сути, в нем живет 52 национальности. Я была в полном шоке. И в этих классах учатся дети разных национальностей. Это настолько интересно. И многие из этих детей, они кто-то из русскоязычных семей, кто-то вообще из семей, на которых говорят на совершенно других языках. А третьи, да, дети, которые являются потомками именно носителей русской культуры. И вот это вот общество, в котором все общаются, там практически нету этой проблемы, кто эстонцы, кто русские. Люди нормально относятся. Да, естественно, дети, как правило, очень любят прикладывать ответственность себя на другого. И когда им лень заниматься, они вдруг начинают все драться и говорить, что вот этот виноват, этот виноват и так далее. Я наблюдала такую картину. Вдруг девочки подходят ко мне и говорят что-то мне по-русски. Я знаю, что некоторые из них из русскоязычных семей. И я делаю такую вещь, что я говорю один термин на русском, другой на эстонском. И кто-то из ребят эстонцев это слышал. И тут приходят дети. И мальчик, который известно, что он из эстонноязычной семьи, он бац и переходит на русский. Я считаю, что это просто замечательно, потому что эти дети в будущем, они настолько подкреплены, потому что русский язык объединяет очень много национальностей. Даже, например, те же самые балканские регионы, в основе которых лежит славянская группа языков, эти люди могут сказать да, нет, посчитать и так далее. Это просто замечательно. И я считаю, что вот таким результатом надо гордиться. А третье. Я хочу обратить ваше внимание с точки зрения истории. Давайте посмотрим на 100 лет назад, или 150, или 200, когда было принято, что в семье была гувернантка, которая имеет другие корни. Например, французская гувернантка. И ребенок, воспитываясь, он уже знает 3-4 языка. И было принято. Значит, о любви или о романтике мы говорим на французском, о делах мы говорим на немецком, о каких-то приземленных вещах на русском. Еще мы читаем, допустим, Байрона или других англоязычных поэтов на языке оригинала. И никто не придирается, никто никого не дергает. Или даже желательно обратить внимание на интегрированные, именно интеграции и ассимиляции, это разные вещи. Ассимиляция, это подавление, интегрирование, это внедрение. На интегрированные общества, например, других национальностей. И, допустим, та национальность, к которой я себя отношу. Мы конкретно можем увидеть, когда люди говорят тоже на 3-4 языках, и никаких проблем нет. А 5-е, я предлагаю наладить связи, потому что очень большое количество... Есть эстонское общество в Америке. Я проживаю в Америке, жила в Нью-Йорке, жила в Калифорнии, немножко в Северной Каролине. И когда я там работала, я специально пошла в эстонский дом в Нью-Йорке, и я познакомилась с этими эстонцами, которые там были. И мне было невероятно приятно с ними и тепло встретиться, потому что менталитет людей, которые вышли из Эстонии, даже русскоязычных, я считаю, что... Ну, вот первый язык, на котором говорят, это русский, но эстонский меня всегда окружал в семье, и мои родители оба из маленьких городов, и они оба двуязычные. Мой отец в большей мере, мама тоже, и дедушки, и бабушки все говорили по-эстонски. И дедушка, даже наидишь, на эстонском русский научил потом, при известном новом обстоятельстве. И это настолько замечательно, эти люди настолько рады видеть, я считаю, что их надо привлекать в Эстонию, понимаете, их надо, эстонских или эстонских американцев, или американских эстонцев привлекать сюда, и чтобы они снова бы почувствовали этот интерес, эту радость. Или сколько у нас культурных деятелей, которые мы можем гордиться, какие-то у нас там модели известные, или музыкант. Вот, допустим, пример, Рейн Ранов, который какое-то время проживал в Америке, да, это такой замечательный музыкант, и он гордится. Надо гордиться тем, что у нас в Эстонии такая хорошая почта, сколько у нас творческих людей, а сколько известных людей, этот художественный бомонд так далее, Илья Капаков, который сюда приезжал, все же вышли из Эрки, и все помнят это место, потому что Эстония была просто метка для художников, даже в то время, когда мы состояли в Советском Союзе. То есть Эстония всегда была таким местом, где приподнято было искусство. И вместо того, чтобы вспоминать какие-то вещи, которые были 45 лет назад, как до этого сказал Андрей, да, но его сейчас нет, то есть он абсолютно правильно подметил, зачем это все держать. Я считаю, наоборот, просто надо гордиться тем, что у нас настолько многообразное общество. И тем больше мы знаем национальности, чем больше культур здесь, тем мы более обогащенные. И вот этим надо гордиться, и просто это надо подпитывать. И я считаю, что надо сделать, надо внедрять такую позицию, что чем больше ты языков знаешь, тем лучше для тебя. Ведь мы используем, учеными доказано, мы используем только на 2% наш мозг. Почему мы не можем выучить 10 языков? В чем проблема? Давайте изучать другие языки. Спасибо. Спасибо. У меня тоже вопрос, как вы сами считаете, молодежь сегодня в Эстонии, скажем, эстонцы и молодежь из других национальностей, на каком языке они обычно вообще общаются? Или на эстонском, или на русском, или используя вообще английский? Как у вас? Например, какая молодежь? Например, где вы работаете? Там молодые люди из разных национальностей общаются на эстонском или на русском? И на том, и на том. Ага. И вообще переходят без проблем. Мне так это нравится. Вообще это просто великолепно. И чем старше они становятся, тем они умнее. Я даже с ними проводила испытательные работы. То есть люди же вначале воспринимают недоверчиво объект, который как-то выглядит немножко чужим. Но так как у них там так много разных национальностей, для начала дети бегали за мной первые 2-3 недели, узнавая от меня, какой я национальности, откуда я приехала. Я долго ломалась, им не рассказывала. Потом пришлось. Но как только я им объяснила свою позицию, что вместо того, чтобы... Потому что некоторые дети тоже из семьи, у них идет какое-то враждебное отношение. Это пример ксенофобии. Как только люди понимают, что ксенофобия это вообще очень глупое понятие, глупое поведение, потому что представьте себе, вот мы сейчас относимся с недоверием к разным национальностям, вдруг к нам сейчас прилетит Уфа. И вдруг нам сейчас придется встретиться с новой ЦИЗ. Как мы себя будем вести? То есть надо всегда быть готовыми к чему-то новому и не воспринимать это враждебно. Надо все время размышлять, рефлексировать и даже предлагать это детям. То есть иногда надо предложить детям, а ты подумай, почему так произошло. Мне также нравится, что в Калаверы-гимназиум, где я преподаю, там директор на очень многие вещи напирает, и она очень много дает детям возможности чисто физически выплескивать свою энергию. Потому что проблема общества также в том, что мы сейчас все сидим за компьютерами, у нас у всех, у многих вынужденная поза, и происходит профессиональная деформация. Вот профессиональная деформация на работе, когда люди занимаются компьютерами, это то, что у них спина изгибается. Профессиональная деформация стоматолога, то, что он вот сидит так сбоку. Профессиональная деформация педагога, то, что он становится просто радио. Он просто говорит без конца и никого не слышит. Вы со мной согласны? Ну вот. Так что надо работать над своей... Вы знаете, была такая фраза «в здоровом теле здоровый дух». Ведь это такая вот правда. Да, очень много, посмотрите на многих художников, там, скульпторы или там какие-то люди, которые, очень много художников, которые все время следят за своей физической формой. И вот мне очень это нравится, что они прививают это желание, что люди занимаются спортом. Дети там некоторые, ну такие накаченные, ну такие мускулистые, ну такие молодцы. И это настолько верно. То есть чем дальше мы идем, мы должны следить за своим состоянием. Состояние духа зависит от состояния тела. Я предлагаю, да, варианты. Или выезжать на природу, значит, на дачу, или как-то так далее. Надо дать возможность... Извините, я так долго говорю. Да, сори. Ладно, я заканчиваю свою профессиональную деформацию. Надо просто об этом подумать, что дети должны иметь больше физической нагрузки и привыкать к этому. Спасибо. Спасибо. Рей, вы уже начинали говорить об опыте Таллинского университета, связи с новым колледжем, который вы составили, и какую пользу это давал студентам. Что вы еще думаете? Что можно делать или в сфере образования, или в других областях для интеграции? Ну, я вот думаю, что мой вклад в эту дискуссию вообще может быть более теоретичным, чем у коллег тут, да? Ну, я хотел бы все-таки начать с одного личного эпизода или эпизода с личной жизни. Когда наша дочка была маленькая, и была пора устроить ее в детский садик, то вокруг у нас не было никакого места в эстонскоязычном садике, и мы думали, что вот как раз хорошо мы свою дочку пустим в русский детский садик. А пусть она выучит там русский язык в каком-то объеме, и будет очень интересно. И она туда ходила полгода, да, примерно, даже не полных полгода. Ну, и одна вот такая главная причина или одна из причин, почему мы ее оттуда взяли все-таки, это то, что там были очень другие эстетические и социальные коды, чем то, к чему мы привыкли у себя, в семье и в своей культурной среде. Например, то, как надо выполнять указания воспитательниц, что надо подчиняться, что не надо там задавать вопросы и все прочее. А эстетика тоже вот такая вот на уровне советских мультфильмов 70-х годов, которые, ну, просто как бы было немножко странно, да. Так что вот мне кажется, что даже со стороны родителей, которые очень открыто смотрят на совместное воспитание детей и так далее, надо все-таки подумать о том, что я не буду говорить, что одни коды лучше других, а просто о том, что культурные и социальные коды у эстонскоговорящих и русскоговорящих просто могут быть разные. И здесь могут быть какие-то вот такие стычки и столкновения, которые мы как бы думаем, что это все очень общечеловеческое, да, и дети всегда будут друг друга понимать. Это вовсе не так, да. То есть я думаю, что ничего плохого в том нет, если дети будут понимать, что другие дети разные, чем они, да. Потому что то, что мир многообразен и разнообразен, это прекрасно. Но это надо учитывать, и надо учитывать и то, что дети на своем уровне маленького понимания, может быть, могут воспринимать какие-то вот такие разницы более агрессивно и с непониманием, которое может вырастать, вырастать ту же ксенофобию потом. А если тут вернуться к вопросам об интеграции как таковой, да, то вот вы, Елена, сказали, что вот вы объект интеграции. По-моему, как раз объектов интеграции не должно быть, нельзя вот быть интегрирующего и интегрируемого. Да, вот этого отношения надо было бы избежать. Я думаю, что интеграция обязательно должна быть двусторонняя. двусторонняя, это не значит, что эстонцы должны свободно уметь переходить на русский язык всегда, когда это требуется. Тут мы все-таки исходим из того, что мы вот в этой вот стране, да, но это значит, что эстонцы, хотя они маленький народ, мы маленький народ, да, и страна наша маленькая, мы просто исторически оказались в позиции крупных народов, да, очень часто эстонцы, вот когда услышат эстонскую речь с акцентом, у них вот что-то, ну тут люди неправильно говорят, очень доброжелательные эстонцы тут же переходят на русский, недоброжелательные, просто как бы смотрят в другую сторону. На самом деле мы должны привыкать к тому, что на эстонском языке говорят с акцентом, так вот как англичане к этому привыкли, вот как вот другие народы, которые приняли, может быть, по другим историческим обстоятельствам в своей страны других людей, да, вот они должны привыкнуть к идее, мы должны привыкнуть к идее того, что среди нас вот есть люди, люди, которые в основном такие же, как мы, но у которых с нами есть разница, и мы должны вот видеть эти разницы, как источник богатства, богатства, а не как нечто такое, что нам мешает. И поэтому, что касается системы образования, то мне кажется, что то, что сейчас происходит, да, вот с одной стороны, как будто такой вот нежелательный под переход гимназии на русский язык со стороны вот русских учеников и преподавателей, и действительно, почему это русскоговорящий преподаватель должен на плохом эстонском языке объяснить высшую математику русскоговорящим ученикам, которые не очень хорошо его понимают. Мне кажется, что идеальное состояние это такое, когда мы можем говорить о политическом идентитете эстонца, но культурном идентитете человека вот такого, который он получил от своих родителей, от своей семьи. То есть, что свободно, мы можем говорить, что вот этот человек, гражданин, имеет политический идентитет эстонца, а вот культурный идентитет он может иметь русский опыт, почему не латышский, литовский, украинский, белорусский и так далее. При всем этом, имея функциональную способность быть в эстонском обществе и делать все, что тут положено. и поэтому мне очень нравится модель, который очень нам близок, это эстонская школа в Стокгольме, которая на самом деле как бы шведская школа, где преподают разные предметы на эстонском языке, это школа такая, которая одновременно и шведскоязычная, и эстонскоязычная. люди, которые заканчивают эстонскую школу в Стокгольме, они вполне функциональны в шведском обществе, то есть их шведский на таком уровне, при этом они имеют совершенно нормальное представление об эстонской истории, об эстонской литературе, все эти предметы там есть. Мне кажется, что один очень большой недостаток эстонской образовательной системы, это то, что русскоговорящие ученики на самом деле понятия о русской истории, о русской культуре, которая их все-таки культура, не получает. Причем эту культуру нельзя преподавать так, как путиноидные учебники в соседней стране это делают, никаких империальных дискурсов, пожалуйста, но есть же хорошие учебники, хорошие специалисты, которые работают в Штатах, в Англии, наверное, здесь в Эстонии у нас есть, которые могли бы создавать современные европейские хорошие учебники русской истории, русской культуры для русскоговорящих детей, которые в диаспоре, чтобы поддерживать их культурный идентифик там, где они вместе с этим культурным идентифик могут еще иметь европейскую свободу человека, пусть Эстония будет такой страной, где русскоговорящий человек не будет иметь проблем с правами человека, может же быть одна такая страна в мире. ++ А можно я чуть-чуть откомментирую, потому что апеллировали. Значит, по поводу интеграции, то есть я кавычки поставила, потому что реально меня приглашали в проекты как объект интеграции, не как руководитель, еще что-то. Поэтому я сказала, деньги выделяли на таких, как я. Получали другие, а работали со мной. Поэтому я имею, так сказать, смело сказать. По поводу детского садика. В моем центре 12 детей. Больше пока не могу расширить, потому что соседи страдают национальными проблемами, и они препятствия чинят. Но у меня из 12 детей 4 человека эстонцы, 2 человека итальянцы, 2 человека евреи, остальные русские. Но рабочий язык, основной русский, проблем нет вообще с детьми. Вопрос ценности. Для нас первичная ценность – это ребенок. Поэтому вообще проблем ни с семьями, ни с кем нет. Каждая семья – цена. Вопрос менталитета, каких-то кондовых правил прошлого, они решаемы. То есть если мы воспитаем новое поколение людей, которые будут работать с детьми. Пока мы этого не делаем, пока мы экспериментируем над образованием, над дошкольными делами и над людьми, ничего не произойдет. Я ставлю, так скажем, не эксперименты, работаю в отдельном месте. Хочу вот этот безопасный мир и безопасное будущее создать хотя бы для этих детей. Я уверена, что эти дети, в какую бы они языковую среду не попали, они уже открыты. Они будут любой язык вот так вот впитывать. Просто-напросто. Спасибо. Я даю еще слово Маргет, чтобы Маргет успела тоже предлагать свои идеи. А потом уже будем обсудить совместно все те идеи, которые мы сейчас уже услышали более подробно. Так что Маргет. Но я такая практичная человек. И я, что я вижу, про это я могу говорить. И что я понимаю, у нас личные мотивации на интеграции есть два очень сильные вещи. Первый – любовь, а другой – работа. Про любви не так много могу говорить, но про работу могу. Я говорила, как у нас очень прелестно, все разные люди работают. У нас есть Мадавка, Грузинка, Финн, Эстонцы. Ну, разные люди, все вместе дружно работают. Но начальник был такое розовое. Ну, и там девочки у меня иногда и такое тоже, ну, бросали такие лягушки из рта, как вот это русская, или почему мы должны так и так. И вы знаете, что я им говорила? Понимаете, нам этих русских просто надо. Нам надо, что они были с нами, что они работали с нами, что они наши клиенты, что вот они просто нам нужны. И мы стали по-маленькому, по-маленькому поговорить, что проблема, где проблема. И сейчас как будто их нету, но я вижу другие фирмы, и там как будто такая уже аттитюд, поведение, привычка, отношение, что это тяжело. Легче так, что вот эстонцы с эстонскими работают, а русские с русскими работают. Что, ну, как это все сделать? И иногда меня спрашивают дать лекции ЭБС, эстонская бизнес-школа, и там юные тоже люди, они не понимали, что им надо учить, как работать в таком коллективе, где разные люди. Вы знаете, русскими по-другому, чем эстонскими в коллективе, они очень эмоциональные иногда. И коммуникации тоже пойдет как будто, но много слов иногда, но когда других понимают и уважают, тогда только надо знать разные методики и техники. И так как, и это фирмы тоже можно интервьюировать национальности. Это фирмы. 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 Фирмы. Это фирмы. 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 такая вот терапия может их еще больше закрыть а потом и думаю что то что у людей разные культурные коды еще раз подчеркиваю это не что что у одних правильно и у других неправильно что их надо переделать и так далее интеграция как раз в том и состоит что люди оставаясь самими собой выработали бы общей вот такой вот общей общую платформу общей моду свивенди и да вот образ жизни как где они могут остаться свободными с вами самим собой и жить и работать вместе мой отец приводил пример что если есть совершенно пустой пляж и там вот в одной стороне вот лежит один какой-то человек да вот если на этот пляж заходит эстонец он пойдет в другой конец этого пляжа и будет лежать там а если туда заходит русский он придет туда где вот этот один человек лежит и свой метра на два значит рядом с ним будет лежать не обязательно там общаться тогда а просто ему приятно когда другой человек рядом да а у нас традиционного нет того чтобы были бы вот сильные деревни дал были хутора которые вот далеко друг от друга это у нас как бы вот в культурных кодах не отнять и не отдам никому этого культурного года мне нравится также и я думаю что это может быть это и может остаться вот частью от моего идентифика совершенно не мешает мне быть открытым к другому хочет прокомментировать я понимаю я хочу сказать что в детстве вот когда ко мне приходят кипал с полутора лет пока родители еще не успели им никакие не культурные коды ничего передать они все они хотят просто быть самими собой они хотят общаться причем язык вообще не важен все это появляется позже здорово темперамент отличается когда идет праздник то есть сначала включаются конечно детки хотя итальянцы первые начинают гузить потом все остальные вот но на первом этапе все-таки никакие коды они не проявляются если мы с детства на у и опять-таки люди которые работают с детьми будут образцом вот этого принятия любого ребенка и будут учитывать его индивидуальная особенность и дистанцию до кого-то мы не будем вообще брать за руку и вести куда-то мы с ним посидим подоговоримся и потом пойдем не держа за руку то есть учитывая но это индивидуальности этому нужно учить людей которые работают с детьми тогда что-то сдвинется это мое глубокое убеждение потому что опыт показывает это спасибо кстати сразу твою слово и всем нашим слушателям но мне кажется что с нашей сегодняшней дискуссии придут маленькие альтернативы 1 1 модель который елена здесь предлагает это то чтобы люди что социализация людей прошло совместно между на в одном месте или этот потом нет 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 мне это вот рим меня понял вы нет очень важно оставаться в своей среде но принимать другую то есть как это это можно фрагментарно это можно время от времени и вот играя то есть это можно включить в неделю какие-то игровые дни и сделать видимыми тех детей которые да уже есть в этой группе ведь у нас дети другой национальности они невидимки зачастую то есть они интегрируются в эстонскую группу но их культура ничего они не обсуждаются даже он должен принять все то а кто он из какой семьи очень вредка это празднует то есть нет поэтому оставить можно пока не готова так сказать среда в таком виде потому что есть плюсы там и там но начать искать вот эту возможность через молодых через накопленный опыт в никами в мтю для того чтобы приходить и создавать вот эту вот так сказать игровую среду с другими я просто имею ввиду то что но есть идея чтобы дети учились в одном и то же самом детском садике например или одном и то тоже самом школе вот но это одна возможность что например есть но если посмотреть на западной европы то там же нет отдельный школ для скажем учеников из пакистана в принципе если местное самоуправление организует школу то туда ходят все эти эти но петра и другая у нас страна мы но я имею ввиду то что в то они например или или и не создали по ванде ему в которую мы готовы погрузить наших детей и зрители но там учители все знают точно что они сделают и у них есть один сильный язык это английский язык но я думаю у нас проблема из методики и с учителем языка из учителя алиса очень хочу поговорить о среднем образовании то есть как раз опять подошли я хочу обратить внимание на один большой минус о котором некоторые люди не задумывались дело в том что мы передерживаем сейчас молодежь в школе и в 12 класс который совершенно не нужен для детей туда уже ходят взрослые мужчины и женщины парни которые бреются и девушки которые уже совершенно созрели многие из них мы знаем очень много случаев кто-то возмущается кто-то нет когда рожают уже и десятом в одиннадцатом классе все закатывают глаза и говорят боже мой какой ужас какой смысл передерживать готовых и зрелых людей в школе когда им уже надо идти в университет значит я даже сама пройдя 12 класс я поняла что это просто бессмысленный год когда идет некое повторение людей искусственно держит и чем дольше держит на одном месте тем меньше интереса к этому предмету вот если так зрело посмотреть программа школьная растянута очень сильно вместо вот этих трех лет обучения нужно оставить два или посмотреть как раньше была система или даже посмотреть на так опять-таки на наших соседей у кого ребята заканчивать школу 10 на раньше и потом идут в институты и отсюда тоже очень много проблем чем больше людей передержит я даже видела это в школах им скучно на уроках они спят они засыпают и у них просто пропадает желание если бы вы видели с какой и опять таки давайте проведу про параллели на изучение эстонского языка если бы вы видели с каким интересом с каким остервенением даже каким ажиотажем русские приезжие вернее из других стран изучают эстонский язык на оплаченных вот этих вот курсах которых некоторые люди даже не знали и моя приятельность которая приехала с украины я туда просто посадил группа иди выучи она имея эстонского мужа а она сама хохлушка они дома говорят по-русски причем они оба не русские понимаете и там с каким интересом эти иностранцы приезжий потому что я там тоже преподавала я предлагала одну платформу рассказывала о ней как там люди с интересом и как они обсуждают играть как им все нравится так далее то есть самое страшное вот в этом образование да не потерять интерес людей просто и дети в двенадцатом классе теряют интерес к школе а также люди в какой-то момент которые начинают изучать эстонский язык и друг 20 кто-то ему что-то сказал поставил подножку и они вдруг обиделись также на всех остальных людей я хочу перенести эту ноты просто проведем параллели и надо резко задуматься о том почему у нас лишний класс в школе а вы знаете что я думаю для всех очень нам как родители нравится эти элит школы я самые лучшие номера а почему вы у нас не не было такое или школу где было и русская и эстонской язычные самые лучшие учители и оба национальности хотели туда положить свою ребенку чтоб над и понимаю что когда дети маленькие им надо учить материнском языке чтобы они у них развился развивался хоть один язык такой сильно но я думаю люди дети уже в возрасте 10-12 и они же учат уже русский язык у меня мальчики 10 и 13 они чисто по английскому говорят и даже не знаю к откуда они это учили я помню когда я была такая дно детка я училась телевидение финский язык потому что там было и более интересные мультики я думаю что где-то из кого какой-то возраста могут они вместе учить но для этого должна были самые лучшие учителей хорошая методика но это был бы такой хороший жадный шаг на правильную дорогу может быть лет десять тому назад такой русский лицей действительно был бы популярен но почему например английский колледж да и английские спецшколы они популярны потому что людям кому нравится сша кому объединенное объединенное королевство думают может туда учиться поехать и так далее а с русским языком вот страна такая вот которые вот сейчас кто-то тот говорил нам надо пережить травмы прошлого это я согласен но вот травм будущего их переживем ли вообще физически непонятно да вот у нас на днях может вообще начинать начаться третья мировая война с участием и поэтому я очень сомневаюсь вот если был бы вот даже отличный самый отличный русский лицей в мире чтобы люди думаю вот это вот да вот это вот потом мои дети вырастут будут работать или совместный бизнес там с россией держать да вот или что-то но я понимаю твои и твои мысли но есть и люди которые любят русский язык не поэтому что они думают бизнес делать или дипломатом стать но поэтому что это красивый язык и например сейчас в эстонии люди учат эстонский язык из турции из японии они не придут сюда чтобы потом поэтому что эстонский язык такой важный они придут потому что им интересует когда хоть один такой школа у нас было я думаю что это был бы очень хороший такой символический шаг ну на 150 миллионов японцев можно найти несколько фриков которые хотят выучить эстонский язык вот у нас тут один миллион населения на целую школу не хватит я хотел бы спросить как вы думаете помогло бы если у нас были бы лидер общественного мнения общие для русских или эстонцев и как можно было бы их выращивать помогло бы вот ближе сближение или интеграции кому как нравится если бы у нас были бы общие лидеры общественного мнения для русских и для эстонцев я думаю если есть такие буквально единицы и как их можно было бы выращивать это хорошее очень предложение я думаю что вместо то есть русскоязычная эстонская пресса там по стиме сру и так далее да вот работают тоже на кликах то есть там журналисты зарабатывают больше если я правильно понимаю если на их материалы будет больше кликов в интернете на чтобы больше кликов на все радикальное то есть на все такое вот которое подталкивает к ненависти там и так далее так далее да и поэтому вот сами эти издания заинтересованы в том что опубликовать вот то все то что разъединяет на самом деле и думаю что пусть имя сру мог бы свободно начинать переводить регулярно все то что в рубрике мнений пусть имя и печатается чтобы людям которые предпочитают читать так такой такого уровня сложности текста на русском языке все это было бы доступно я думаю что вполне многие из эстонских лидеров общественного мнения могли бы стать популярны и среди русскочитающих и наоборот да то есть если есть интересное причем есть несколько людей даже вот например вот сергей метле был туда вот и другие да вот которых эстонская публика хорошо узнают но являются ли они лидерами общественного мнения среди русских скорее наоборот здесь есть вопрос пожалуйста добрый вечер я хотела рассказать позитивный опыт интеграции и да я на или ровером нету эстонской крови по сожалению в третьем поколении родилась в эстонии не эстонка работаю но не эстонка простите да я привыкла извиняться когда меня спрашивают какой у вас удивительный акцент на эстонском откуда вы так его выучили я говорю ну не знаю так же наверное как и все азари очень-очень замечательно удивительный городок волость вайдавирома когда я с ними начала работать спрашиваю как у вас получилось что они тоже не знают что такое интеграция они как бы таких знаете нас как-то я говорю вот знаете там будет умеется будут проекты вообще этими занимаемся я говорю как так а у вас нет проблем что ли с интеграцией у вас же очень много тоже русских живут когда очень много русских более 400 дач потому что берег моря очень много россиян нет проблем все мероприятия проходят на эстонском языке черт как так нет проблем и и школа у них тоже и русская части и эстонская часть оказалось что у них очень давно они нашли несколько преподавателей которые бы учили на русском языке в итоге всегда даже в русской части были преподаватели которые были эстонцами и преподавали на эстонском просто потому что ну не не такой аттрактивный город азари что туда сразу все поехали куча кучу детей потом у них спорт очень сильно развитые тоже спрашивала как как вы и тут вы жили а там получилось то самое сегодня модное что называется контент леринг когда чтобы попасть в эстонский конди это как будет сборная тренера сами при обучали своих детей чтобы подтянуть их эстонской чтобы они могли попасть сборной и все я хотел сказать что азари это как раз тот самый город где учился в школе наш нынешний министр образования евгений осиновский ой наверное он бы лучше рассказать спасибо сегодня уже много говорили об образовании знание разных языков и как создавать больше констант контактов между молодежи но как вы считаете по другим областям общества например но мы немножко говорили об предпринимателей или как на месте работе создавать такую удобную атмосферу для людей из разных этнических групп но есть ли еще какие-то области общества где надо что-то делать нового из наших слушателей или из наших участвую здесь что вы думаете есть еще как это другие сферы кроме образования и молодежной работы так далее все надо что-то нового этого эффективного создавать меня всегда удивляло что например русский театр в таллине да вот там актеры и другие люди которые там работают очень редко ходят на спектакли в эстонских театрах в русском театре обычно туда на спектакли ходят есть часть эстонской театральной публики которые интересуются действительно туда ходят на спектакли но вот то что есть у нас два как бы театрального мира да вот рядом друг с другом которые как бы даже вот почти не соприкасаются да это же странно да вот люди искусства должны вроде как бы заинтересоваться тем что есть друг у друга да а мне кажется что русскоговорящая публика вот эстонские театры тоже как бы не очень ходят хотя вот те же самые люди которые регулярно ходят русский театр это просто как проблема по моему это странно какое было бы решение а сделаем клави по одно русским а это было бы интересно ну клави по моему даже для эстонцев не интересно почему русские должны это смотреть на это очень как бы контринтеграционный проект а 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 и и и и и и и и а и и и и в the best а также вот когда вопрос был как можно найти такого но вот человека спросили до который по-моему александр задался вопрос человека который был бы интересен для эстонской для для русского общества вот например если есть такая актриса я сейчас забыла имя кажется мари или как-то она играет и в эстонском театре и в русском да да вот да 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 потом нет она играла по-моему играла потом несколько и вот это вот что это можно играть и также мультик очень много возможностей актера потому что у нас часто же снимают фильмы из россии тоже и берут очень хорошего сильно подготовленного человека который знает и эстонский русский английский и вот это вот лицо можно то оно тоже может быть интересным для людей таким образом происходит интеграция люди гордятся этим люди больше интересы и вместо того чтобы друг друга подавлять наоборот люди подпитывают друг друга а я разговаривала с одним по моему а лауре лауре сейчас забыла секунду фамилия он сказал боже мой какой богатый интересный русский язык то есть вот на эстонском я не могу сейчас выразить все что я хочу а вот вас вот столько столько всего но как бы люди себя сами лишают на какой-то радости я бы хотела на вопрос о создании или как же их можно взрастить таких общих лидеров сказать как человек который работал на телевидении достаточно долго без телевидения это практически невозможно без того чтобы было телевизионный чтобы они мы говорим о русскоязычном канале вообще говорю о телевидении эти люди должны быть на телевидении и если мы говорим о тех которые и для русскоязычных людей для этой аудитории авторитетные и лидеры они должны появляться на русском языке и на русском телевидении есть просто как только это этот канал был придуман без этого нового прихода лидеров воспроизводства элиты собственной к сожалению невозможно поэтому над этим нужно очень серьезно задуматься по поводу других сфер мне кажется мы все согласимся что одна из сфер где все прекрасно или почти прекрасно это спорт и это наши вне зависимости от фамилий это наш костя да ну и что что васильев это прекрасно работает и я хочу обратить ваше внимание что это та сфера где политика невозможно деполитизировать мускул и умение играть и заниматься спортом невозможно и поэтому вот все эти сферы откуда можно излишнюю политизацию сталкивание и зарабатывание на над этим своих политических очков убрать вот там будет сразу все гораздо лучше все люди нам нужно чтобы выдавируемо привозили нормальные театры нормальное искусство нужно чтобы были галеристы нам нужно чтобы все это развивалось интеграция это иногда проблема которая иногда кажется что я специально держит нерешенной потому что есть так много можно играть на чувствах на эмоциях на воспоминаниях перевирать их не досказывать и исполнять свои всяческие политические да я полностью согласен да потому что как же у нас выбора без русского вопроса дают о чем мы тогда вообще может быть о проблемах общества да а что касается телевидения телевидение хотел бы немножко добавить потому что я очень даже согласен но тут мы имеем вот эту печальную проблему того что разных информационных пространств да вот то что все-таки основная масса русскоговорящих людей в эстонии на просто на местное телевидение не смотрит но и то даже вот кто-то предлагал да вот радикальным образом этот вопрос решать и вообще отключить все российские телепрограммы я думаю что это никак делать нельзя но можно просто переформировать пакеты так что они были бы с остальными порнографическими за очень большие деньги поставить только дождь который был бы бесплатный да плюс значит русскоязычные каналы эстонского производства а почему почему мы говорим про это играть и как проблема проблема это не понимаю по моему это всегда для меня лично это всегда был возможность я с вами фильме они ним не представляла бы как я могла работать вообще без и тридцать и без этих людей и я всегда думала что вот когда мы говорим на этом на работе эстонском на русском мы вместе работаем что это этот сделать моя фирма сильнее это как и и люди например вы все знаете что женщина нравится этим мужчины которые у них разные длина чтобы дети были сильнее а я тоже это вижу мы сильнее вместе потому что мы разные и интеграция не проблема это возможность спасибо я хотела поддержать мне очень понравилось я на чтобы мы формулировали конкретные вопросы я считаю что наша задача вообще психически нормальное поколение вырастить а если мы их будем какие-то страхи свои которые там травмы неважно я считаю что можно без терапевтов эти вопросы решите без психотерапевтов это вопрос доброй воли если мы не будем передавать это безопасность нашего будущего и наших детей ребенок который боится людей которые рядом он не может быть он не может радоваться жизни быть полноценным то есть у него и это передаем мы и второе это безопасность нужно людям которые уже зашились в своих национальных заморочках просто сказать ребята если мы не будем сейчас заниматься этим вопросом через несколько лет самые умные самые лояльные самые толерантные уедут а здесь останется посмотрите кто кто не может уехать вы готовы с ними жить тогда вперед то есть этого это нарисовать картинку называется довести до абсурда и показать людям и тогда может быть начнется переоценка ситуация чуя сам-то вообще делаю что я делаю своими детьми и что я делаю с самим собой спасибо в этом смысле как я слушал здесь в течение часа одно одна вещь здесь постоянно повторилась это как обучить людей жить в мультикультурном среде и мультикультурном обществе это не только знание разных языков но и поведение и чтобы акцептировать разные культурные различия что это все что касается и молодежная работа образование на масс-медиа и так далее и вашего образования причем тут надо еще отметить что разницы культуральные между эстонцами и русскими они гораздо меньше чем между допустим эстонцами людьми из судана или и сама они которые с огромным удовольствием могли бы сюда приехать у меня свой мы скоро заканчиваем просто у меня такой интересный интересный смысл что о чем я раньше тоже подумали здесь немножко это касается эта культура это наверное и рейн и другие могут тоже прокомментировать реалистично что в эстонии развивается какая-то как сказать эстонская культура с большим буквами не что мы говорим постоянно что эстонские национальные этнические писатели и русские которые здесь писатели пишут свои книги но чтобы развивались какая-то общая эстонская культура или эстонские писатели как таковые нечто этнические эстонские и этнические русские я хочу на примере детской литературы вы знаете что эстонская литература детская это самое вообще раскупаемая на многих выставках вот так который переведена на русский язык, потому что я считаю, что это на сегодняшний день самое лучшее. То есть вот в нашем садике у нас эстонские книжки, то есть все, что выходит, мы читаем и мы просто счастливы, что это есть, но это нужно как бы вот по-хорошему. У нас это сверху и внедряется, мы обязаны, а если это по-хорошему читать, то то же самое эстонским деткам, ведь масса замечательных вещей, которые они могут узнать о тех, кто рядом с ним через сказочки. Вот почему бы это тоже как-нибудь вот так вот не попросить это делать. Через сказки, через литературу, это часть культуры, оттуда ноги-то растут. Может быть, другие еще прокомментировать. Я просто хочу сказать, что вообще как бы, ну, таким вот резюме может послужить такая фраза, может быть, звучит несколько утопично, но чем больше в нашем обществе, в нашей стране существуют людей, которые реализовали себя творчески. Я не говорю, что это должен быть творческий человек. По творчеству подразумевается даже человек, который смог реализовать себя, допустим, через воспитание детей, через семью, через создание красивого огорода, чем через то, что он замечательно готовит через какое-то свое хобби. тем более у нас будет полноценное общество, тем меньше у людей будет возникать точек, ну, точек несоприкосновения. Должны быть точки соприкосновения. А то, что у нас в СОЗДА идет, происходит необычайно, интересно по своей форме, с точки зрения вообще, ну, может быть, социологии или антропологии, у нас действительно здесь, в Эстонии, создается свое общество, которое совершенно отличается по своему мнению.